Кровь Христа 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 что относится к тому, как мы должны жить, любить. А что так поистине? А 7-й стих говорит, ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего воплоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, на чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий к учению Христова, и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христова, имеет и Отца, и Сына. Обольщение, ложь, это то, что не истина. Многие обольстители пришли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего воплоти. Вот это истина. Иисус Христос пришел воплоти. Истина, которая выше всякой человеческой правды. Для многих человеческих правды. Истина, которая над всем и будет с нами, и будет с нами вовек. Пребывает в нас и будет с нами вверх. Истина, что Иисус Христос пришел воплоти. Единственное, что отличает христианство от других мировых религий, это то, что Бог воплотился. Я вспоминаю свое покаяние, свое обращение к Богу, когда я верующий в Бога, что есть кто-то или что-то, контролирующий весь мир, сотворивший весь мир. И вдруг я понимаю, что этот Бог, вот этот невидимый и непонятный для меня, воплотился во Христе Иисусе. И с этого началось мое христианство. Я из верующего человека стал христианином. Я поверил, что Бог воплотился во Христе Иисусе. Я поверил, что Иисус – это Бог. Хотя до этого я знал, что жил такой человек Иисус, я читал книжки, уже для меня было фактом, что это историческая личность, что твои чудеса там записаны, это все, и так далее, и так далее. Но в тот момент я поверил, что Иисус – это Бог. Бог воплотился. И это истина, которая меняет все. И то, что нам оставил Иисус заповедь – хлеб и вино. Принимайте, когда будете пить. Мое воспоминание нам остается истинно только принять. И когда мы принимаем хлеб и вино, мы принимаем эту истину, что Бог воплотился. Бог принял плоть. Потому что никак иначе наши грехи нельзя искупить. И это совершилось. Совершившийся факт. Поэтому, если вы поймали себя на каком-то грехе, поймали себя за руку. Ага, согрешил, согрешил, ага, соблазнился, посмотрел туда, помыслил не так. Бабушку через дорогу не перевел. Согрешил. Градусник разбил. Нам остается что? Принять жертву Иисуса Христа за наши грехи. Принять и ходить в истине. Бог не остановился на том, чтобы, не призвал нас к тому, чтобы мы постоянно каялись. Я сейчас, может быть, что-то такое скажу, да? Он призвал нас к тому, чтобы мы ходили в истине, которая освобождает. Вы познаете истину, и она вас освободит. И вам уже не нужно будет постоянно каяться, потому что вы будете ходить в истине. В этом-то и проблема, что мы постоянно смотрим на наши грехи, на наше прошлое, на наши косяки и неровности, и нашу грязь на одежде. Вместо того, чтобы смотреть на святого и следовать за ним, и ходить в этой истине. Бог стал плотью. И все, что нам остается, любить ближнего, как самого себя. Как Христос возлюбил нас и предал себя за нас, так и нам ходить в этой обновленной жизни, и не возвращаться к старому. Сейчас мы будем молиться за хлеб и вино, принимать истину. И я даже не хочу, чтобы вы молились, не хочу призвать вас молиться. Господи, прости меня. А принимая хлеб и вино, помолитесь. Господи, я принимаю новую жизнь. Я принимаю новое откровение в свою жизнь. Я принимаю твою любовь. Я принимаю тебя, Бога. Господь Иисус, ты мой Бог. Пусть эта истина вас освободит. Давайте молиться, петь и принимать истину внутрь себя, чтобы жить по ней. Патер Иванович, помолись за хлеб. Отец наш Небесный, в этот час прими сердечную благодарность за Сына Твоего возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа. И Христос умер на Боговском кресте, чтобы всякий, кто призовут Твоё имя, имел право власть простить и очистить, и преобразить. Господи, Ты принял, чтобы мы это делали и вспоминали систематически. И вот сейчас я прошу Тебя, благослови, этот хлеб, это тело Твоё, которое пострадало так плохо. И теперь, вкусив этого, Господи, чтобы оно преображалось и вольфой прожило. Да будет Тебя вечная слава за Всевозможность. Боря, Отец, и Дух Святой. Аминь. Иисус тот час взял хлеб, преломил, подал, сказал, «Едите это все, это тело Мое за Вас ломимое, сие творите Моё воспоминание». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА